Вот мы приехали сюда, на советскую армию 2.2. Для чего мы сюда приехали? Мы приехали вам показать установку газобаллонного оборудования. Потому что меня отрадует то, что Магнитогорск становится настоящим газовым городом. И в Магнитогорске газовики заправляют ваши автомобили, а не бензозаправочные станции. Вы знаете, хохма это или не хохма? Но когда в эру электромобилей в Магнитогорске открываются заправочные станции, я понимаю, что у кого-то с мозгами не нет. И стоят эти заправочные станции, и никто там бензина не заправляет. Да потому как надо понять, что перед покупкой электромобилей Магнитогорцы с встроенными рядами стали ставить газ. А где они это ставят? Конечно, надо и себя похвалить. В тех местах, кое я демонстрирую. В данном случае на советской армии 2.2. Кстати, здесь совсем все клево. В городе мест для газа хватает, а здесь новейшая технология GFI присутствует. Я ее поставлю на свой 600-й. Во-первых, мне хотелось бы вас поздравить с тем, что вы единственный в России, который может ставить себе GFI. Да, это так. Спасибо. А вот им другая сумма получается. Если люди ставят себе газовое оборудование, допустим, первого поколения, сколько это им обойдется? У нас цены начинаются от 11 800 рублей на первое поколение. А если мы поставим машину на более дорогую машину, ну, допустим, в районе 5,7-6 литров, потому что вы понимаете, что они там бензин жрут. То есть выгода становится там еще более очевидной? Да, с учетом цен, роста цен на бензин. Сейчас это очень выгодно на 6-8 цилиндровые автомобили. Оборудование хорошее, работает стабильно. Гарантия на него 3 года или 200 тысяч километров пробега. То есть надо понимать, что оно, конечно, денег стоит, но и выгода-то очевидна. Потому что я лично на 3-х литровый поставил автомобиль, газовое оборудование, и у меня раньше-то по цене это было 15 тысяч рублей. Я не ездил столько. Сейчас езжу столько. Да, с такими расходами очень актуально ставить, потому что цены растут каждый день, а газ выгодно. Ну так вот, и мы докатились до иномарок. Мы аккурат повторяем Турцию. Там запретили скорость движения выше 90, ну и мы туда же. Там ограничения на мощность, но у нас вообще запрет на мощность. Там дивные дизеля творят чудеса на дорогах. Да и в наших ограничениях в такая низшую передачу. И вот здесь рулят наши достойные марки. Ну и везде крайне странные перцы, влетающие на дорогах и собирающие пробки. Но зато у нас газ в раз дешевле. Так что ставим газ. И где? Да здесь, на советской армии 2.2. Ну вот вы и поняли, да, где поставить газовое оборудование. Мы, в принципе, вам показываем, где ставить газовое оборудование, для того, чтобы вы экономили деньги. Представляете, вы не тратите больших денег, а денежки возвращаются. И по сути, вот я, например, поставил себе газовое оборудование, и мне оно очень нравится. Что касаемо вас, попробуйте и посмотрите сами.